Всем привет, дорогие зрители! В институте импередзла. И сейчас мне приснился один очень необычный сон. Как будто я вижу в своем кругу знакомых одну сильную и пытающуюся казаться дружелюбной девушкой. Я сразу раскусил, что она пришла меня убить. Но она такая харизматичная. Она такая живая в своих мыслях. Такая красивая, что я ей прямо сказал «Я знаю, зачем ты пришла. Я знаю, что ты хочешь совсем не дружить со мной. Так давай, я готов. Стреляй. И она меня, конечно, убивает. Но последняя мысль перед смертью у меня то, что это самая легкая смерть из всех, которую я вообще когда-либо хотел. Проснувшись, я долго не мог понять, к чему этот сон. А сейчас я хочу сказать. Макс Лушенков. Я не знаю, зачем ты пришел в Зенит. Я не знаю, что ты хочешь с нами сделать. С нашей раздевалкой, с нашим микроклиматом в команде. Но если даже ты послан сюда, чтобы нас убить, чтобы мы прекратили золотого шествия, я хочу тебе просто пожелать удачи, чтобы у тебя все получилось. Все, я люблю Зенит, все болеют Зенит, но от тебя, от твоих рук умереть не страшно. Сейчас, после шести чемпионов подряд, знать, дорогие зрители, я не боюсь. Если уж суждено умереть, от Глушенкова я не боюсь. Если суждено умереть, особо ли я не боюсь. Я вообще больше не боюсь никакой смерти чемпионской команды. Пусть хоть кто придет. Хоть Харк, хоть Вицель. Пусть он в Соло расходит раздевалку на два лагеря. Русские иностранцы. Пусть между ними будет ядерный смерч, который помешает Зенит выиграть чемпионат. Мне это будет совсем не страшно. Это будет совсем не важно. Если для кого-то это будет провал, если для кого-то это будет обида и боль. Я все, что хотел, я уже достиг. Больше просить. Я не имею права. И я просить не буду ничего. Если ты прислан сюда, чтобы все-таки помочь нам побеждать, тем более пусть у тебя все получится. Но я тебе препятствовать не буду. Ты явно сюда для чего-то пришел. Для чего-то эпохального и великого. Я не знаю, в какую сторону. Но чтобы не было, я хочу пожелать тебе, чтобы у тебя все получилось. А я просто отпускаю ситуацию. Я просто отпускаю и перестаю бороться. Я становлюсь просто сторонним наблюдателем. Если мне было еще совсем недавно важно, то сейчас мне уже не важно. Сейчас я просто лечу над облаками. И на самом деле мне было бы неважно, если бы даже Зенит проиграл. Или нет, если бы Зенит проиграл, мне это было бы еще более неважно. Я бы спросил. Я после каждой победы спрашивал, а хули вы выебываетесь сейчас? Чего вы в сезоне 24-4 не побеждали? Чего вы вот этот сезон, сука, не довели до победы, до рекорда? Я не знаю, что будет дальше. Я не острог. Я не осьминог, Пауль. Я не могу загрязывать завтра. Я могу только догадываться, надеяться, верить. Но сейчас, после всего того, что я попросил на сезон 23-24, надеяться и верить, я не считаю себя вправе. Я слишком сильно просил. И я слишком сильно хотел. И теперь, скорее всего, вот я просил в последний раз, и это будет в последний раз. я к этому готов. Я готов к тому, что завтра могу умереть. Что Зенит завтра может умереть. Что первое место завтра будет не наше. Это не важно, нашим или не нашим. я свою миссию уже сделал. Я все, хотел дать вам, дорогие зрители, я это вам дал. Себе я это дал. Дальше разбирайтесь сами. У меня уже просто, во-первых, нет сил, во-вторых, у меня нет наглости. У меня нет желания нарушать вот то обещание. Если уж высшие силы со мной обошлись благосклонно, если уж не смело селиться, я готов принять любую долю. любую долю на сезон столетия, пусть даже самую горькую, я буду жить все равно. Даже если я умру, я буду жить. Я буду жить с осознанием того, что вот эти шесть лет мы все-таки дошли. Вот эти четыре четверти пути мы все-таки дошли. Вот этот сценарий написан Высоцким мы обманули. Вот это падение с каната нам удалось в самый последний момент остановить. Тогда, когда казалось, если не мы свалимся нас свалят. И после такого до сколько угодно в ушинков если ты пришел сюда развалить, развалю. Теперь не жалко. Теперь больше что будет.